Зовут меня Егор, фамилия Ермакович. Да, меня зовут Игнат Добрович. Пилот команды BY Racing Team. Основатель и пилот конечной команды BY Racing Team. Нас позвали потестировать новую игру. Forza 6 на Xbox One. Все полонались? Я понял, почему хочу 8C выиграть. Ну, на самом деле, в гоночеснавиатрах, конечно, есть толк, потому что это путь безболезнен для бюджета и для здоровья. Пора чувствовать, начать получить какие-то гоночные азы. Качественный гоночный симулятор – это прекрасный инструмент для получения навыков. Другой вопрос – это, как правило, неинтересно с точки зрения игры. О, пилотсвайк. Как началось? Пилотсвайк. Нет, это дольфин. Вечер, вечер. Это хоть как-то похоже визуарю? Я пока… Ну, я скажу так. Если бы ночью мы ехали на трассе, то, в принципе, да. Потому что ночью трассу узнать гораздо сложнее, чем днем. Но, по сути, вот я сейчас хочу проверить, если я ударюсь в стену, у меня фарь разобьется. По идее, я должен ехать в темноте, правильно? О, это было специально. Ну, да, темнота наступила. Что-то вообще творится. Левый, передний, тормозные колодки, все повываливаются. Размозные колодки. Ну, так все, вроде, ты уже приехал. Но, скорее всего, в любом случае, это будет скорее аркада, нежели симулятор. Forza хорошая игра. Игра, но не более того. То есть, за симулятор там ровненько два балла. Но это громадный минус Microsoft'у за то, что они не смогли подключить нормальный девайс для управления всего того, чего они туда налепили. То есть, физика подвески, да, она ломается, ведет себя адекватно, на газ реагирует, можно пустить занос, так, всяк, как угодно. Даже есть прогрев резины, различная телеметрия. Это все круто, они классно сделали. Но они начали не с того. Начинать надо с подключения, с возможности подключиться к этому симулятору, а потом уже обкладывать обложками. Они, ну, этим просто невозможно управлять. Они этим обрушили все свои старания на нет. Все, сразу. И это стало игрой вместо симулятора. Игра что-то по катушке? Аркада, по-моему, что у вас такая. Ну, ты знаешь, Microsoft все-таки, ну, что, издатели, они проецируют ее как симулятор. Готов вообще с издателем на эту тему. Может, повторюсь, для того, чтобы симулятор был качественный, именно симулятор, у него никакой геймплей. То есть, с точки зрения геймплея, там, casual игры, что просто сыграть быстро, это вообще не про то. Ты катаешься, тебе прикольно, ты сразу смог поехать, но там ты не учишься ездить. Как раз-таки проблема аркад, то, что люди зачастую думают, что они, покатавшись в аркаду, уже умеют ездить, у них все получается. А вот симулятор, действительно, ты часами будешь, ты часами можешь тратить, тратить только на то, чтобы не вылетать с трассы. Графика 10, повреждения, реалистичность, ну, особо не прочувствовал, но я уверен, что, в принципе, 9-10. Все, реалистичность погоды вообще великолепна, там, вот дождик, аквапланирование, это все десятка. Ну, про реалистичность именно, как самого, вот, управленца участия в этом всем, ну, я уже сказал, это крепкая 0-1. Все, там не о чем говорить. Что есть хороший симулятор, который поможет обучиться вождению? Ну, опять же, смотря на какой консоли, то есть, если мы будем говорить о приставках, то это однозначно будет Gran Turismo, наверное, если мы будем говорить о компьютерах, то это iRacing.